Приветствую. И хочу, Акбар, дорогой, задать тебе важный вопрос, потому что мне показалось, у меня есть тайный советник, который посмотрел это и сказал, слушай, вы немножко там не совпадаете по определению понятия вопрос, потому что каждый раз, когда ты имеешь в виду, то есть я, как искать ответ на вопрос, я понимаю под словом вопрос интеллектуальный ответ какой-то, а ты как бы понимаешь там на видео состояние, которое ты хочешь получить. Давай определимся в этом, чтобы все поняли, о чем мы говорим. То есть еще раз я конкретизирую свой вопрос. Что ты имел в виду, когда ты ищешь ответ на вопрос и подключаешь ключевое состояние для получения ответа? Я хотел там сказать на видео, что не конкретно именно ответ на вопрос какой-то, который я ищу, а вообще в принципе, что что бы я ни делал в этом состоянии, я уже, ну, у меня это получается. Я имею, ну, ну, если конкретно брать, да, ответ на какой-то вопрос, который меня интересует, допустим, ехать мне там завтра в командировку или нет, я вот не знаю. Вот, 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 вот. Если брать конкретно такую ситуацию, да, ответ на вопрос, там, читать книгу мне вот эту или почитать другую книгу, там, одеть эту футболку или эту, то здесь у меня, в отличие от раньше, когда я пользуюсь своим методом, у меня быстрее начал приходить именно тот ответ, который мне нужен. А раньше я путался, как он придет мне ответ, в какой ситуации, я вот это, как-то циклился на этом. А сейчас все, у меня стало проще получаться, даже если просто я хочу там все как-то состояние изменить, уже не ища какой-то ответ на вопрос, уже в другом какое-то положение, то у меня также все быстрее получается. А ты знаешь, спасибо тебе, а теперь все ясно. А я тебе одну вещь хочу сказать, это будет полезно для всех. Мне там Анатама, участник нашей школы, она написала, а я когда вызываю нейтральное состояние, я там ни о чем не думаю и никаких... А, не хочется. И никаких вопросов не задаю. Я ей написал там в комменте, ну вы же можете вопрос задать перед тебе, потом вызвать нейтральное состояние. Она говорит, ну да, а потом мне ответы, говорит, приходят, но не там приходят. А потом я их нахожу в разных совершенно событиях. Ну, хорошо уже. Читаю, и там ответ. Вдруг я кого-то слушаю или кино смотрю, и там ответ. Как раз я говорю, вот вы как раз-таки заострились, то есть доминанту себе создали, формулируя этот вопрос до вызывания ключевого состояния. И поэтому у вас восприятие обострилось на поиск ответа. Я привел пример, что есть такая поговорка, индийская, по-моему, что когда учитель... Ученик готов, учитель сам придет. Учитель сам придет, даже и муравья. И поэтому я вспомнил, что яблоки падали на всех, но Ньютон открыл. Да, да, да. Он был готов к восприятию. Абсолютно, да. Ну, очень хорошо, спасибо тебе большое. Я вот про то, что вопрос приходит не в состоянии, а потом где-то находишь. Вот у меня также, знаете, как-то был похожий пример, когда я думал, ну, у меня много книг, я думал, какую почитать мне сейчас, да? Я не знал, эту почитать, ту, и вот думал, думал, так, и ну, потом просто отвлекся, не стал никакую книгу брать в руки и читать. А потом вечером я как-то вот, меня потянуло взять там какую-то книгу определенную, и все, я в нее погрузился и с удовольствием читал, и в ней я начал находить какие-то ответы. В ней я начал находить ответы. То есть, понимаете, у меня вот как-то интуитивно потянуло потом книги, в которые я начал находить ответы, которые меня давно интересовали. Понимаете? Да, да, да. Я понял. Как вот это все совпадает. Да, я тебе хочу еще сказать, Акбар, я сейчас сделал видео о том, что четыре точки против стран. Да, я видел. Да, и глобальный секрет ИИ, который я не хочу выдавать. И в этот момент мне позвонили в дверь, потому что ко мне тайный советник приехал. Ну, тайный советник, я это говорю с юмором, потому что это очень обаятельная дама. Она большая умница, иногда мне дает такие мудрые советы. И в этот момент она приехала, я не смог ролик закончить, досказать, почему я его делаю. И там уже появились некоторые дамы, которые тут же написали комменты, а зачем тогда выступал, если ты не сказал секрет. Ну, во-первых, продолжение следует. Ну, это, видимо, новички, потому что они не понимают, ну, еще не в курсе дела. И мы же остальные, ну, участники школы понимают, как у вас контент, все происходит. И знают, что в чем-то, ну, не всегда сразу все происходит. Ну, у меня просто звонок оборвало. Ну, там же видно, что я в этом хотел бы открыть дверь. Они просто были погружены на том, что вот этих четырех точек, они были погружены, наверное, ждали этого ответа. А то они даже не обратили, наверное, внимания на то, что у вас там звонок в дверь зазвонил. Ну, продолжение будет, и как раз-таки будет очень интересное продолжение, потому что на самом деле человек становится личностью, побеждая страх. И помогает ему в этом любовь. И как раз-таки я там начал о четырех точках, которые помогают побеждать страх. И там как раз-таки о том, пока не станут люди человечнее, создав науку человечности, я им секрет глобальный по ИИ не дам, потому что именно будучи только человечным, человек имеет ответственность, ответственность за создание и использование своих изобретений, чтобы не происходили такие вещи, что это ИИ, которая сейчас как бы развивается, сделает большой рывок, и не в пользу защиты человека, а во вред ему. Ну, короче говоря, будет ролик. Спасибо тебе, Акбар. Спасибо тебе. Пожалуйста. До встречи. Я был рад, я был рад поговорить. Спасибо. Всего доброго.